Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о зимнем укрытии винограда. Первый вопрос, конечно же, возникает когда? Ну, на самом деле, укрывать виноград хорошо и правильно тогда, когда уже придут более-менее устойчивые морозы. Да, пусть они будут небольшие, но более-менее устойчивые. Небольшие ночные морозики, минус 5, минус 6 и даже минус 10, если они там нерегулярно, то ничего страшного в виноградной лозе не сделают. Лозе надо закалиться, это раз. Более того, сейчас лоза осенью находятся в состоянии физиологического покоя. И вот сейчас она может выдерживать достаточно сильные морозы, в принципе, даже те, которые заявлены в характеристиках сорта. А уже ближе к весне морозостойкость, конечно же, будет падать. Поэтому мы с укрытием не спешим. Сегодня у нас 14 ноября, но еще укрывать, на самом деле, очень рано. Когда может быть оправдано раннее укрытие винограда, это тогда, когда мы укрываем его землей. Потому что мы берем землю рядышком, да, и если она замерзнет, то копать ее, конечно, то себе удовольствие. То есть, если мы укрываем землей, да, тогда мы укрываем, конечно, когда уже похолодало, когда уже пойдут хотя бы некоторые отрицательные температуры, но при этом тогда, когда еще мы можем эту самую землю копать. Если же мы используем сухое укрытие, то тут можно расслабиться и пока что отдыхать. Единственный момент, конечно же, укрывать виноград. И, в принципе, работать на открытом воздухе хорошо, когда, когда, ну, более-менее нормальная погода. Чем становится холоднее, тем работать будет не совсем комфортно. И сейчас что мы делаем? Сейчас мы все подготавливаем к зимнему укрытию, чтобы потом нам только набросать это самое укрытие и все. То есть провести времени за этим занятием на морозике как можно меньше. И вот что мы делаем. Пригибаем лозы к земле. Кстати, специально показываю большой взрослый старый куст. Потому что бывает у новичков вопрос, а как я прижму большой куст к земле. На самом деле все легко и просто, если мы изначально формируем виноградный куст под зимнее укрытие. Вот смотрите, мы укладываем лозы на землю, прижимаем металлическими дужками, а под лозы укладываем деревянный брусочек. Брусочек для того, чтобы лоза между поверхностью земли и самой лозой было некоторое пространство. На случай, если где-то ямки, рельеф, то у нас неровный, чтобы не было застова воды. Лоза не оказалась в водичке. Ну, в принципе, у нас возникает еще, скажем так, лишняя воздушная прослойка. Смотрите, также у нас вот есть проволока. У нас шпалеры двуплоскостные и специально снизу от столбов натянута. Такая проволока, на которую потом ляжет зимнее укрытие. Мы укрываем вот таким материалом, называется он синтетический ватин. Фактически это прошитый синтепон. Пользуемся мы этим укрытием уже несколько лет, наверное, может быть даже лет 6. У нас вполне устраивает, удобно, легко. И виноград под ним, под таким укрытием, прекрасно зимует. И повторюсь, укрывать еще рано, но пока погода более-менее комфортная для работы на улице, мы максимально все подготавливаем, чтобы потом укрыть лозы как можно быстрее. Также у вас может возникнуть вопрос, при подготовке к зимнему укрытию, надо ли лозы чем-то обрабатывать. Ну, скажем так, лишним не будет. Есть возможность медный купороз, железный купороз можно обработать. Нет возможностей, не хочется по какой-то причине, ничего страшного, можно не обрабатывать. Значит, будем смотреть по обработкам весной. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, где ссылка на каталог наших сортов и награды, мои контакты. И до новых встреч! До новых встреч!